Сегодня на внеочередной сессии окружного собрания депутаты одобрили проект дополнительного соглашения к договору между Архангельской областью и Ненинским округом о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Напомню историю вопроса. В 1993 году при принятии новой Конституции Российской Федерации Ненинский округ, наделенный статусом субъекта Российской Федерации, территориально остался в составе Архангельской области, которая была обязана исполнять ряд полномочий на его территории. В порядке 15 лет округ самостоятельно исполнял полномочия субъекта, заключая соответствующее соглашение с соседним российским субъектом. Сбой произошел в 2008 году. Многие годы после этого именно за Архангельской областью были закреплены государственные полномочия в различных сферах деятельности, от образования до дорожного строительства, реализуемых на территории округа, что вызвало крайнее неудобство для нашего региона и тормозило его развитие. После длительных переговоров в 2014 году между администрацией Ненинского округа и правительством Архангельской области был подписан договор о взаимодействии между регионами при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Он вступил в силу с 1 января 2015 года со сроком действия до 31 декабря 2021 года. В целях необходимости подготовки и внесения проектов в законы по бюджету Нейск автономного округа на 2020 год и плановый период в 2021 и 2022 годов необходимо продление действия данного договора на один год, то есть до 2022 года. Депутаты собрания одобрили проект дополнительного соглашения и закрепили решение на законодательном уровне. Нет вопросов.